Уже долгие годы в Басародянске действует неофициальная секция для любителей волейбола. Раньше тренировки проводились среди людей среднего возраста, но в последние годы секция пользуется популярностью и у молодежи. Басарадки с 2002 года начали заниматься. Нас было трое и школьники. Потом подтянулись другие ветераны волейбола с Басарадкой. Потом молодежь. На сегодняшний день постоянно стабильно 10-12 человек собираются два раза в неделю. Все члены команды играют в волейбол далеко не первый год. Волейболом я занимаюсь с 2020 года. Получается три с половиной года, почти четыре. Мы играли просто в уличный волейбол на Фламынде возле старой ЖД больницы на той площадке. И летом приходили Мирчий Иванович, Вася приходили и играли в своей команде. Я это увидел. И поначалу мы играли против них. И потом Вася нас заметил и взял сюда. Волейболом я занимаюсь с 2020 года. Этот вид спорта мне очень сильно нравится. В него играл мой дядя. И я смотрела, как он играет. И хотела так же. Получается, со школы приблизительно более 15 лет, наверное. Ну, выбрал этот вид спорта, потому что, наверное, мне очень нравилось. В детстве смотрели, как люди прыгают высоко, атлетичные все, высокие. Мне это было близко. Видел себя реализацию в этом спорте. Недавно команда БС Атлант впервые приняла участие в турнире для любителей Grand Amateur Cup. Волейболисты из Басарабяске вошли в топ-5 лучших команд страны. Поймали информацию, что будет такой турнир в Печеневе. И взяли смелость, поехали, сыграли. И неплохо сыграли. Честно говоря, я доволен, что не побоялись принять участие. И я рад за них. Касательно прошедших соревнований, 27-28 января, удалось собрать конкретно из района, из нашего зала было 5 ребят. Остальных немножко не хватило по позициям добрать. И мы добрали ребят из Садакли, двое были. И из Чемишли еще ребята были. Эти наши соревнования, они первые. Но такой команды, да. Мы впервые поехали на тот турнир. И вполне спокойно себя чувствовал, не было никакого мандража. И достойно себя вроде бы показали. Мне было сложно адаптироваться в новом спортзале. Мне было некомфортно, чувствовала волнение. Но я не играла в этом составе. Я была в роли болельщика. Как считает капитан команды Василий Лука, такой хорошей подготовкой они обязаны местным волейболистам-профессионалам. Мирчий Иванович начал здесь тренировать. И мы учились у него вначале. Потом мастера нашего спорта, города нашего деда Юра Йоргу, хотелось бы отметить. И деда Валера Сариченко, они нам много подсказывали. Мы у них учились, в общем, старались. Стараемся поддерживать их уровень. По словам организатора секции Мирчий Тарлева, в течение многих лет разные поколения волейболистов представляли город Басарабяска на соревнованиях по своей инициативе без помощи местных властей. Начинают наши соседи Твардзицев, Чедерлунга, Украина, Сарата, Приморский Лисский, Рыжканы, наш район, Чемишлия. Значит, где бы мы ни выступали, мы выступали за город Басараб. Всегда мы за свой счет, за своей инициативой. Есть ребята, которые инфицированы этим видом спорта. Записаться на секцию может любой желающий. Хотелось бы обратиться к молодым ребятам, чтобы не стеснялись, приходили, мы обучим. Нам не хватает на самом деле ребят. Приходите, мы вас приглашаем. Будем вместе заниматься и расти. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова